Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. На ледовой переправе Тобольск-Бекерево установлен знак «15 тонн». Теперь есть возможность завозить на левый берег по зимнику продукты питания. На дороге жизни побывали наши корреспонденты. Промеряйте, пожалуйста. Промеряйте ответы. Каждое утро специалисты едут замерять толщину льда на переправе. Сначала его нужно пробурить, а затем приступить к работе. Сейчас толщина льда 45 сантиметров. Погодные условия позволили установить знак «15 тонн». Это значит, что машины не выше этой массы могут передвигаться по ледяной дороге, соблюдая правила. Езжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 20 км в час. На ледяной переправе запрещается останавливаться, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Пользуюсь каждый день преимущество в том, что очень быстро переезжая на тот берег экономится время и деньги. Теперь есть возможность завозить на левый берег по зимнику продукты питания и предметы первой необходимости. А людям в любое время свободно передвигаться по дороге жизни. У меня там дети живут, надо с внуками посидеть, со школы встретить, и уроки сделать, и домой потом свать-то её же. Потому что целый день-то в городе тоже не находишься. Я тоже так же хожу, у меня внуки в городе, я увожу, привожу, а вечером прихожу потом. Теперь переправа Тобольск-Бекерево. Трёхполосная её протяжённость 900 метров. Контроль за состоянием дороги жизни ведётся регулярно. Содержаться будет подряд организации, кто у нас выиграл по аукциону. Дорожное покрытие ледовое при наличии выбоин будет заделываться льдом, заливаться водой и промораживаться для безопасного движения. Чтобы установить знак 60 тонн, необходимо толщину ледяного покрова нарастить до 92 сантиметров. По прогнозам, такой знак поставят предположительно в конце декабря или в начале января. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Снежная стихия проверяет на прочность дорожные службы Тобольска. Сегодня с трудом добирались на работу пешеходы. Автомобилистам пришлось вызволять машины из снежного пленом. Ситуацию изучила Мария Гребенюк. Бодро встретили утро дворники автомобилиста Тобольска. Одни убирали придомовую территорию, другие откапывали автомобили. Снегопад начался ещё с субботы, поэтому к утру понедельника сугробы выросли немалые. Дорожные службы в усиленном режиме производят уборку снега. Грейдеры и трактора вышли на прометание дорог и тротуаров в ночную смену. Всего на борьбе со снежной стихией сегодня 113 единиц специализированной техники и 78 дорожных рабочих. Первой задачей подрядных организаций стоит выполнение работы по очистке социально значимых объектов, таких как школ, детских садов, больниц, поликлиник. Параллельно выполняются работы по уборке центральной части города. За последние двое суток выпало порядка 10 сантиметров осадков. На многих табляков такая погода только радует. Я очень люблю такую погоду дождливую и снежную, поэтому мне очень нравится. Это напоминает начало нового года или вообще уже новый год. Как город вообще в целом чистят, скажите? Ну чистят, я видела сегодня, сосчитала, что пять этих шло в ряд, и поэтому, конечно, один раз пройду второй и уже будет чисто, но буксуют некоторые даже. Как вам сегодня ситуация на дороге? Ну так более-менее нормально, можно проехать. Чистят, стараются. Не застревали с утра? Нет, у меня машина высокая, не застревала. Очищают транспортные магистрали, тротуары, автобусные остановки. Затем наступает время для уборки второй очереди микрорайонов и второстепенных дорог. Это уже второй большой снегопад с начала сезона. На полигон вывезли более 40 тысяч кубов снега. Мария Гребенюк, Рустам Рузеев, Тобольское время. В Тобольске ужесточили требования к продаже алкоголя для предприятий общественного питания. Первое – это расстояние. Теперь не менее 25 метров должно быть от заведения до образовательных и спортивных учреждений. Раньше расстояние измеряли от официального входа. Сейчас будут проверять по всему периметру. Вторая – площадь зала заведения должна быть 25 квадратных метров и более. На муниципальном уровне была создана специализированная комиссия, куда вошли представители общественных организаций, представляющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и представители общественных организаций, которые пропагандируют здоровый образ жизни. В том числе представитель нашей областной больницы был также в составе комиссии. Поэтому решение принималось безусловно с учетом мнения общественных организаций. Новым требованиям в Тобольске не соответствуют 13 предприятий общественного питания, еще 14 имеют подобные признаки. Предписания уже переданы в правоохранительные органы. 12 декабря в России отмечают День Конституции. Главный документ страны защищает традиционные ценности и семью, где мужчина и женщина любят друг друга, воспитывают детей, заботятся о родителях. Конституция отвечает на вызовы времени, повысился уровень социальной защиты, обеспечения доступного образования, минимальный размер оплаты труда, не меньше прожиточного минимума, индексация пенсий не реже одного раза в год. В обновленном тексте Конституции в составе государства указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Как показала просто, боляки изучают Конституцию, знают свои права и обязанности. Свободы права, свобода слова за основу. Родители ответственны за жизнь и воспитание детей. Считаю, что детям нужно закладывать традиционные ценности, о том, что мама, папа, и все мы должны быть именно в мире, то есть именно так, как нас задумано, то есть не должно быть ничего другого. Поэтому я согласна с поправками. Впервые в Тобольске прошел форум от хобби к научным открытиям. Он собрал 160 учеников городских школ. С юными учеными встретился Шамиль Гулеев. Опыты с химическим вулканом мгновенно привлекли внимание школьников. Юных ученых на практике погружали в мир различных профессий. Все это часть городского форма исследований от хобби к научным открытиям. Я хочу стать химиком. Я изобретателем, но химия тоже есть. Еще, кстати, я узнала, что можно с помощью лимона включить лампочку. Для ребят было организовано пять секций. В одной из них предприниматель Константин Константинов проводил мастер-класс по IT-технологиям. Своим опытом делился и книжный блогер Матвей Кийко. Один раз я заметила на планке книжной маминой и решил прочитать. На секции «Публичные выступления» школьников обучали ораторскому искусству и как правильно презентовать себя. Я научился себя сама презентовать на высоком уровне. Я это смогу применить на КВНе и, в принципе, когда буду вливаться в любую новую компанию для себя. А здесь школьники выбирали будущую профессию нестандартно, а с помощью узких и гибких навыков они определяли, что для них подойдет больше всего. Мы узнали вообще, в принципе, что такое навыки узкие и гибкие, только поверхностно. Но здесь нам учитель английского языка Екатерина Александровна рассказала, прям погрузила нас полностью в гибкие и узкие навыки. В будущем это нам нужно будет для реализации себя в какой-то профессии. Всего в форме исследования от хобби к научным открытиям приняли участие 160 учеников со 2 по 11 классы всех школ Табульска. Этот форум проводится первый год, и я думаю, что он теперь будет традиционно проходить ежегодно. И я надеюсь, что среди наших детей, которые здесь присутствовали, будут будущие Ломоносовы, Менделеевы. Ученики получили мотивацию покорять научные вершины. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Табульское время. Зимний сезон стартовал на хоккейных кортах и катках Табульска. Это событие отметили большим спортивным праздником. Как провести время весело и с пользой для здоровья узнала Наталья Китова. На обновленный каток в шестом микрорайоне пришли любители активного образа жизни, а также хоккеисты и фигуристы. Дан старт зимнего сезона. Переодеваться здесь удобно, комфортно. Тут тепло. Можно, когда замерзнешь, можно прийти и погреться. Тут все хорошо сделано. Хороший лед. Хорошо кататься. Отлично. Зимний сезон в Табульске стартовал одновременно сразу на всех кортах города. Одни обучались азам фигурного катания, другие – хоккейным финтам. На ледовой арене в 7-м Амик районе играли в футбол-валенках. Мы все снова вместе, все здесь, дружно, весело. Вот так с музыкой, с чаем, с печенюшками. Это очень круто. Вижу, что это, наверное, здорово. И хочется тоже одеть эти валенки, побежать вместе с отцами, молодцами. В товарищеском матче приняли участие дети и родители. Праздник получился по-семейному, уютным и веселым. Скользко, конечно, но все равно можно играть. Главное настроение, то есть командная игра. Весело, здорово. Зимой все равно не хватает вот этой динамики, там где-то все равно больше двигаешься. А зимой, ну, поэтому такие соревнования, они всегда нужны, чтобы маленько хотя бы поднимать свое настроение и держать себя в спортивной форме. Всего в городе работает 8 ледовых площадок. Два из них в микро-районе Сумкино и Менделеева. На всех будет свободное катание и тренировки дворовых хоккейных команд. Горды работать будут в ежедневном режиме. Будут технические моменты на подготовку льда. Вот как сегодня, например, ночью выпали осадки, и наши бригады, да, ребят, усиленно готовились к тому, чтобы к началу мероприятия лед был чистый. Ну, вот такая зима, это наши условия, и мы к ним всегда готовы. В течение всего сезона на катках тренеры будут проводить бесплатные мастер-классы по хоккею, фигурному катанию и керлингу. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Открыть Тобольскую Ершову от три премьерных показа спектакля о жизни и творчестве всемирно известного поэта представил Тобольский драмтеатр. Мировая премьера стала возможной благодаря гранту правительства Тюменской области. С неизвестным Ершовым знакомилась Анастасия Терехова. Я придумал город на небе, свой город золотой, придумал себя, сшил какими-то грезами о своей литературной значимости. Кого я потом забану? Вот такого Ершова, противоречивого, метущегося, рефлексирующего представили Тобольскому зрителю. Всю жизнь он мечтал вернуться в Петербург, а, наконец, побывав там, понял, что счастлив в Тобольске. На основе дневников, писем, воспоминаний сложился образ писателя и человека. Он очень внимательный, заботливый, любящий. И в тот же момент он чертовски не приспособленный, что ли, в практическом плане. Судя по воспоминаниям, он вообще разный. На сцене малого зала состоялась мировая премьера. Ведь пьеса «Обыкновенная история необыкновенного человека» создавалась режиссером Станиславом Губанищевым в соавторстве с Анной Самойловой. Специально для Тобольского драмтеатра. 31 год театр носит имя великого земляка. И в репертуаре всегда есть постановки по коньку-горбунку. Мы хотим как раз рассказать о неизвестном Петре Ершове, о человеке с трагической судьбой, о его произведениях, которые не так широко знакомы читателям. Информацию о Ершове пришлось собирать по крупицам. Кроме его непростой судьбы, зрители знакомят и с прозой Петра Павловича. Цикл рассказов «Осенние вечера» органично переплетается с моментами жизни писателя, его сомнениями в своем таланте и предназначении. У меня такое было ощущение, что они вот с того века, двухсотлетней давности, вот они на нас смотрели и все. Вот это меня поразило. Вот такое ощущение было, что они оттуда на меня смотрят. Смотрела на одном дыхании спектакль. Долгожданная постановка стала возможной благодаря гранту правительства Тюменской области. И будет интересно не только табаликам, но и гостям города. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Карат». Стоматология «Карат». Лечение, протезирование, имплантация. Сохраняем сложные и безнадежные зубы. При лечении зубов гигиена полости рта со скидкой 50%. 7А микрорайон, дом 7А. Далее прогноз погоды о том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас в телевизионном эфире и в социальных сетях. До встречи. 13 декабря в Тобольске переменная облачность. Днем минус 23-25 градусов. Ночью похолодает до минус 27. Ветер юго-восточный дует со скоростью 2-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова